Субтитры создавал DimaTorzok Как еще делать? Какую тактику используют люди? Я вам говорю слово тактика, потому что это просто искусство определенное Говорят, вы что за сноу? Хорошо, или вам кофе принести Или говорят, повторите со мною фразу Или повторите со мною слово Это нормально, на самом деле это кажется немножко как бы наигранным Но иногда это важно встряхнуть людей Я больше люблю задать вопрос, чтобы понять вообще народ со мною Или улетел куда-то на другую планету Я этого не делаю, когда мне доводится проповедовать в корейской церкви Там я быстро пытаюсь закончить проповедь И спокойно сказать God bless you, shalom aleichem И уйти Потому что если я еще там буду вопросы задавать Это будет вообще все Но там, где у тебя есть тикшоры Связь с людьми Очень важно, это очень неплохо пробуждать их вопросами Еще один момент Но это там же в концентрации Зависит от того, какой ты проповедник Есть люди энергичные или динамичные А есть проповедники совсем не динамичные Энергичные, а очень рутинные Угадайте, каким быть хорошо Как проповедник Динамичные, энергичные Лучше Окей Это, знаете, есть страны, где да А есть страны, где нет Время не суток Время не суток, но я вам расскажу живой пример Когда-то мне довелось проповедовать в Германии И меня возили по разным общинам И там собирали группы, я проповедовал И это были в основном немцы То есть меня переводили или с моего хиблиша на немецкий Или с моего русского на немецкий И я как бы человек Хоть по-русски говорю, но я достаточно восточный И динамичный И после первого, второго собрания Мои друзья, их зовут Хэнк и Ирена Он канадец, а она украинка, которая выросла в Канаде То есть она по-русски слабо говорит, а он еще хуже И они жили как миссионеры в Германии Они мне говорят, знаешь, Леон говорит Может вас в Израиле так и слушают Но в Германии они хотят, чтобы все было тихо, спокойно и рутинно А ты заводишься, я говорю Хэнк, ты меня прости, я не могу по-другому Я это я, как бы, вот так Он говорит, тебе нужно научиться, если ты хочешь, чтобы тебя немцы воспринимали Короче, мы договорились, что если я буду переходить немецкую границу Они начнут вот так вот потирать себе глаза Они будут сидеть напротив меня Если я увижу, что они вот так вот, ну как бы, потирают глаза или очки То мне нужно спустить, короче, время проповеди Я туда проповедую, смотрю на них двоих Они вот так вот, вот так То есть, если ты не динамичный проповедник, не смущайся Некоторым людям лучше, что ты такой Неважно, какой у тебя характер Павел, по всей видимости, был динамичным проповедником Петр еще, по всей видимости, были очень такими Только еще нужно было иногда отбиваться от некоторых реакционных фарисеев Ладно Сейчас пятый момент в технике Очень-очень важный Ему я сейчас посвящу все основное время До конца Уже все устали, но еще немножко времени я возьму Не страшно Как выбрать тему? Тебя назначили на проповедь Как выбрать тему? Вещь непростая Как выбрать тему? То есть, даже у нас в нашей схеме Шаве и Нецер Когда более-менее мы идем по недельным чтениям И первый и второй проповедник знают Какие пять-шесть глав читают все Ему все равно из них нужно выбрать что-то Он же не может просто по ним полностью пойти Потому что там материала просто масса А раньше, когда у нас была только недельная глава А вторую проповедь нужно было избирать Помолясь или как-то угодно Как выбрать тему? Как услышать? Как понять? Как определить, что будет важно И что не будет важно? И вот здесь я хочу дать тоже какие-то чисто технические Или чисто опытные вещи Которые меня сопровождают То есть, во-первых Как я уже сказал Несмотря на то, что в нашем случае у нас есть Там четыре-пять глав из Торы Или четыре-пять глав из Нового Завета Все равно выбрать что же Это не так просто И очень важно Прочувствовать Какая мысль от Духа А не твои собственные идеи Потому что если это будут твои собственные идеи То это уже не Господь А когда мысль от Духа То тогда ты интерпретируешь Слово Божье И оно касается и вкладывается в правильные места В голов, в сердец или чего надо И производит свое действие И вот нам нужно знать вот этот вот голос Божий В абсолюте как бы Я сейчас не говорю, что мы должны услышать Физический голос, который тебе вдруг скажет такие слова Вакив, Даниэль Проповедуй сегодня из Луки 8.11 Такое тоже может быть Но это крайне-крайне редко То есть поэтому ждать этого не надо Я не про физический голос сейчас говорю Я хотел бы сказать, наверное, про комбинацию трех вещей Которые должны определять для нас Избрание той или другой темы О чем проповедовать Первое Мы должны ориентироваться на общее знание Слова Второе Мы должны ориентироваться на молитвенную чувствительность Сейчас поясню, что это такое И третье На чувствительность нашего восприятия Как мы видим вокруг нас Общину, кагаль, группу Я сейчас говорю о проповеди в знакомом месте То есть ты в своей общине И ты проповедуешь Первое Как я уже сказал Молитвенная чувствительность Она строится на том, что ты знаешь Слово И я лично доверяю Что то, что просто всплывает в моей памяти И зацепляет меня на этой неделе Вот я вам говорю О чем я стараюсь проповедовать Оно зацепило меня И я хожу с этим И я истолковываю это в простоте Значит, это, по всей видимости, важно нашей общине И я это хочу развить И вкладываю эту мысль Даже сегодня, когда, может быть, казалось бы Порошат Шаво, недельное чтение Не совсем даже в эту тему Но если тебя наполняет И ты, зная Слово И тебя внутри это захватывает Ты знаешь, как те слова и другие слова Подвести, чтобы проповедовать Вот ту важную мысль, которая тебе приходит Вот это от знания Слова Вторая вещь Это молитвенная Здесь вещь может иногда сработать Очень странным образом Ты вроде с какой-то мыслью настроился Выстроил проповедь Но ты молишься И у тебя внутри какое-то раздвоение Я вам сейчас про себя говорю И я чувствую, вау Вещь важная Но меня все время в интенсивной молитве Выкидывает на что-то другое В таком случае я подчиняюсь этому чему-то другому То есть, допустим, я хотел говорить о грехах А тут чувствую, мне нужно говорить о семье, к примеру Или о, или наоборот Или о Седерпесах И не важно о чем Я буду говорить то, что второе пришло Я вам говорю, вот как я лично избираю Третий момент, который тоже очень важен Ты находишься среди людей каждую неделю И ты видишь их И очень часто Мы, если мы люди общественные Мы впечатляемся Мы смотрим и мы видим настроение Я бы вам Тем, которые хотят проповедовать Советовал впечатление от настроений Оставлять у себя И помолиться об этом Это очень важный инструмент Потому что иногда ты просто читаешь с людей В чем у них сегодня Или у них вот какая-то нужда Возможная нужда проповедовать о единстве И ты тогда То первое Знание слова Или водительство слова И молительную чувствительность Когда она еще связана с этой обозревательной чувствительностью Ты тогда это уже вместе смешиваешь И нету, нету причин Чтобы Господь просто не подвел тебя Через вот эти три фильтра К тому, чтобы ты передал Что-то актуальное для людей Чтобы их цепануло Теперь Когда мы по случаю Бываем в другой среде Не в своей среде Здесь я вам хочу сказать Есть больше ответственности Но есть больше благодати Было многократно Когда я просто подготавливался К какому-то Слову Приходил в какую-то общину За границей или здесь И я смотрел на них И я чувствовал, что Нужно другое Но в этот момент Есть одна фигура Которая тебя может смутить Это я говорю тем людям Которые Байзрат Ашем Планируют где-то путешествовать Это фигура пастора Который Сидя рядом с тобою Начнет тебе рассказывать Какие-то вещи Вот это важно Это важно Это важно Это важно Послушался его И пошел По той наводке Которую он тебе дал Может быть Ты какую-то Правильную службу Сослужил Но если тебя Пригласили куда-то Проповедовать Вот просто хочу Посоветовать тем Некоторым из нас Кому я уверен Доведется это делать Когда ты готовишься К проповеди И уже сидишь там Не общайся ни с кем Вот просто сиди Участвуй в прославлении Слушай И посматривай на людей И иногда ты получаешь Я просто хочу сказать Там За границей особенно Ты получаешь Больше благодати В сверхъестественном И я переживал Несколько раз Такие вещи Кто-то из вас помнит Чтобы я когда-нибудь В общине сказал Мне от Господа Вот сейчас есть Такая-то вещь Никто Вы даже не вспомните Такие вещи А там такие вещи Частяком были Вот ты просто сидишь Они все тебе незнакомые И тебе пришло Какое-то слово И ты сказал его И потом к тебе После собрания Походят люди И говорят Вау Ты как будто здесь Перед нами Стоял и прочитал это Это вот сила За границей Благодать Или в другом месте Когда ты полагаешься Наверное На свои глаза Ты смотришь на людей И ты считываешь И Господь дает Эти вещи Теперь Немножко техники Еще техники Кто хочет проповедовать Всегда Я советую Записывайте полностью Свою проповедь Полностью Вот так вот Я сажусь за макшев За компьютер И полностью ее Набиваю И записываю Полностью Второе После того, как я ее Полностью записал Я минимум ее Дважды Проговариваю У себя в голове И когда я Проговариваю У себя в голове Особенно с расчетом Что это будут Иностранные Слушатели Если это за границей Но даже у нас У меня всегда Всплывают в голове Некорректные фразы Некорректные мысли Некорректные выражения Которые Как только они всплыли Самое важное дело Просто их поправить И изменить Если они тебе Показались Некорректны В момент Когда ты их Повторяешь у себя В голове Сто процентная Гарантия Что ты запудришь Людям голову Они ничего Не поймут В этот момент Или Выкинь их Или По 10 Хоть 10 раз У себя в голове Проговори их Но выстрой Четкую Логику Тогда Ты добьешь Итак записать И несколько Раз Проговорить Теперь Еще один Важный момент Знай Что никогда Одна проповедь Не может ничего Разрушить И не может Ничего построить Но Может Или подсластить Или подпортить Это Есть ответственность В заключении Хочу прочитать Несколько мест Писания Братья мои Немногие Делайтесь Учителями Зная Что подвергнемся Большему Осуждению Помним Где это написано Другое место В притчах написано Ибо Страх Господень Как там Говорится дальше Начало Мудрости Помните Так же Такое место Как молитва Шлома Господи Дай мне Мудрость Чтобы Вести Весь этот Народ Это всегда Должно Сопровождать Себя Когда ты Готовишь Проповедь И всегда Знаете Это записано В писании Мы имеем Вернейшее Пророческое Слово Это вот Про эту Книгу Написано И вы Хорошо Делаете Что обращаетесь К нему К светильнику Сияющему В темном Месте Доколе Не начнет Расцветать День Не взойдет Утренняя звезда В сердцах Ваших Зная Прежде всего То Что никакого Пророчества В писании Нельзя разрешить Само собою Ибо Никогда Пророчество Не было Произносимо По воле Человеческой Но изрекали Его Святые Божьи Человеки Будучи Движимы Духом Святым Когда в наши Руки Попадает Эта книга Мы цитируем Вещи Которые Святой Дух Через Людей Сюда Записал И если Мы Руководствуемся Страхом Господним И молимся О мудрости Нету Причин Чтобы мы Не дали Слово Которое Других Наставит Настроит Очистит Обличит Ободрит Исцелит Освободит Не знаю Что сделает Но что-то Сделает Наверняка Это вот Такая Вот Маленькое Поучение Которое Вот у меня В голове Было Чтобы с вами Поделиться Маленькое 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 Маленькое